Помнишь сегодня веселый гном заходил к нам? Ну? Походу, что-то будет. Походу, что-то будет. Я извиняюсь, что заставил себя ждать просто больше прокисывания. Что-то хотел. Вы помните, что я вам сказал вчера? Ну? Что? Быть здесь в 18-м? Не-не-не, до этого. Чтобы избежать кровопролития? До этого. Ого, братья Карландель. Да нет, после этого. Что ты хотел? Я, знаете, что это... Подни секундочку. Мне звонят. Алло. Да послушайте, где вы находитесь? Давайте быстрее. Возить на... Можно было здесь вспомнить. Я все вспомню. Судя по вашим физиономиям, вы уже поняли, кому вы перешли дорогу. Знакомьтесь. Харун. Это единственный человек в республике, кто смог притащить в город через перевал сто тонн конфиската. Один. Зимой. Ночью. А с этой женщиной на пригорке вы знакомы наверняка. Феня? Да, да. Феня, при его появлении на рынке продажи вас заставят в сотни раз. А это Мартин Вячеславович. Вы знаете, почему его зовут по имени-отчеству? Ну, наверное, потому что ты мой папа. Точно. А это Гриша Талант. Вы с ним уже знакомы. Я его подобрал еще мелким цыганенком в Горячеводске. Теперь он моя правая рука. Гриша всегда знает, где находится прикуп. Слышите этот звук? Это Хас, рука, ложка. В 90-е бандиты отняли у него бизнес и правую руку. Но единственное, что они не могли у него забрать, это чувство юмора. Заканчивайте с ними. И что, походу все. А ведь мы так хотели одевать людей в красивую итальянскую одежду. Но, видимо, Абоксан, Горячеводск, и вот эти вот все победили нас. Жизнь справедлива. Кстати, о жизни. Твои анализы пришли. И что там? Стреляйте! 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 Субтитры подогнал «Симон»